И в начале программы мы предлагаем подвести итоги чемпионата мира по хоккею. В 16 дней в Петербурге и Москве выясняли отношения сильнейшей сборной планеты. Мы очень верили в победу наших, но всего лишь бронза и надежда на то, что через год все будет намного лучше. Ну а чемпионами по праву стали канадцы, которые показывали лучший хоккей на турнире. Помимо ледовых сражений мы внимательно следили и за тем, как наш город справится с ролью гостеприимного хозяина. И вот сейчас самое время оценить работу всех, кто отвечал за подготовку и проведение чемпионата. С удовольствием представляю моих гостей. Александр Борисович Перельман, добрый день. Добрый день. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту. И Дмитрий Иванович Люта Евстрахин, здравствуйте. Генеральный директор организации, оператор официальной фан-зоны чемпионата мира 2016. Сразу хочу дать вам цитату. Это сказал Билли Питерс, тренер сборной Канады по хоккею. Я бы хотел отметить организацию чемпионата в России. Оба города, и Москва, и Санкт-Петербург понравились нам и нашим семьям. Когда это говорит чемпион, который выиграл этот чемпионат, это, наверное, дорогого стоит. Для меня кажется, вот такие цитаты очень важны. Его никто не просил оценивать, как был организован чемпионат. Вы просто просили о впечатлениях. Но он подчеркнул именно это. О чем это может говорить? Давайте вам слово. Ну, хочу сказать, прежде всего, что лучше, чем оценил чемпионат президент наш, ну, и сказал те слова, которые сказал вчера на завершившемся матче и на подведении итогов, лучше сказать невозможно. Более того, вот эти слова, которые вы сейчас приводили в пример, их постоянно говорил президент Международной Федерации хоккея Рене Фазель. Уж этот-то человек был везде, и он знает, как и что надо проводить. Поэтому с гордостью мы говорим о том, что Санкт-Петербург со своей задачей справился. И справился благодаря тому, что, наверное, очень правильно были расставлены силы, очень внимательно подошли к каждому вопросу. И прежде всего, это работа организационного комитета, который, естественно, возглавлял губернатор города. И координировал. Что скажете вы, из своей точки зрения, потому что вы были в центре фан-движения, в центре болельщиков самых активных, которые не могли попасть, допустим, в юбилейную, но с удовольствием шли в фан-зону на конюшную площадь. Да, поддержу как раз представителя уважаемого нашего правительства города. Действительно, официальная фан-зона чемпионата мира по фоккею является уникальным проектом. Уникальность в том, что впервые на территории 6 тысяч квадратных метров на конюшной площади, которого вмещало до 5 тысяч человек, был организован практически трехнедельный фестиваль хоккея. И уникальность этого проекта получается в том, что по своему масштабу он воплощал, опять же, благодаря правительству города Санкт-Петербурга, спасибо вам еще раз, и при поддержке Федерации хоккея России, мы под лозунгом «Россия объединяет», болельщики всех стран, участников, не только сборных, которые проводили свои встречи в Санкт-Петербурге, но и в Москве, могли бесплатно посетить возможность на экране площади 21 квадратный метр, который рассматривается со всех сторон, вплоть до канала Грибоедова, все матчи в онлайн-режиме, не сборной России, но и практически все страны. Я был там, я был там несколько раз, могу подтвердить, что это на самом деле такое состояние праздника, атмосфера вот этого участия в этом, причем в очень хорошей, знаете, такой, как мы принято говорить, европейской, международной, интернациональной манере, то есть не было какой-то там очень жесткой зоны прохода, все достаточно демократично, хорошее отношение, очень вежливый персонал, это можно тоже отметить важно. Можно ли сказать о том, что этот первый опыт в вашей работе, который сейчас уже можно продвигать и в другие виды спорта, и на другие крупные состязания? Да, действительно это так, мы символом и лозунгом нашей официальной фондачной меры по хоккею было название территория комфорта, территория комфортного болезня. Территория комфорта. Это правда, потому что действительно, как бы сказать, бесплатное посещение, услуги, трибуна рассчитана, наверное, до 250 человек на случай, так сказать, пасмурной погоды, но с погодой нам повезло. Повезло, да. И это очень приятно. Мало того, когда я был, там был небольшой дождик, но это никого не отполнило. Это никого не отталкивало. На хоккей ходили все семьей. И мы не забываем действительно о наших болельщиках, как бы сказать. Мы вовлекли, как бы сказать, в помощь и поддержку ассоциацию болельщиков города Санкт-Петербурга и России. И действительно, лозунг «Россия объединяет», он это и подтвердил. 6 мая нашу официальную зону открыли губернатор города Санкт-Петербурга, Алексей Болтавченко и написатель законодательного собрания, Алексей Васильевич Макаров, которые искренне пили гимн России на матче открытия «Россия-Чехия» вместе с народным артистом Василием Гирелло. И эта искренность, даже при том, что действительно первый матч мы проиграли, тем не менее, тот оптимизм болельщиков, который сидел в нашу команду, как бы сказать, позволил на протяжении практически всей дистанции дойти в финальную стадию нашего турнира. Зона комфорта, сказал коллега. Как, с вашей точки зрения, удалось ли во всем Петербурге, знаете, две недели с небольшим, создать вот эту зону комфорта? Ну, мы считаем, что да. Почему? Потому что как театр начинается с вешалки, так и приезд наших гостей начинался с аэропорта Пулково, где были наши волонтеры, которых задействовано было более 500 человек, и с каждой командой они работали. Получаю, прежде всего, и для себя какой-то опыт работы, да, с командами и знания языка, но никто из приезжих команд не пожаловался на наших волонтеров, что они где-то что-то не точно перевели, или они прибыли не в ту точку, не в то время, в которое надо было приезжать с командой. Я не знаю, не у юбилейного, общался с волонтерами, смотрел, как они работают, на самом деле, на неплохом английском общении, но вот заметил другую такую особенность, которая немножко у меня, полицейские, понятно, что это уже как бы вопросы ГОВД, но им бы тоже не мешало бы языки подтянуть хотя бы на минимальном уровне, потому что очень многие обращаются, конечно же, к полицейским, да, иностранцы. Мы понимаем о том, что такое крупнейшее мероприятие, оно не каждый день, несмотря на то, что мы в год проводим более 60 крупнейших международных мероприятий в Санкт-Петербурге. И, конечно, мы на это тоже обратили внимание, и к чемпионату мира по футболу надеемся, что наши стражи порядка будут знать не только английский, но и немецкий, и так далее, и другие языки. Базовый набор фраз. Да. Одна из проблем, я не могу ее не озвучить, многие говорили, конечно, посещаемость нашего чемпионата оставляет желать лучшим. Я приведу официальные цифры, все матчи в сумме посетили 417 тысяч зрителей, это и в Москве, и в Санкт-Петербурге. В среднем это 6,5 тысяч человек на одну игру. Вот для сравнения в Чехии это было 740 тысяч, 11 тысяч зрителей в среднем, то есть фактически в два раза меньше. Многих отпукнула ценовая политика, да, но не к вам, наверное, вопрос, но все-таки с учетом вот этого опыта и в преддверии Кубка Конфедерации, Чемпионата мира по футболу, понятно, что распространение занимается централизованно, но может быть есть какие-то варианты, или может быть есть смысл нам и вам, в первую очередь, как человеку ответственную за это и комитету, подсказать тем организаторам, которые будут дальше работать, по поводу ценовой политики билет. Ну, по ценовой, наверное, мы не будем подсказывать, потому что это их прерогатива, Международная Федерация Хоккея, которая непосредственно отвечала за это. А вот что касается посещаемости, я хочу сказать, что на дневных матчах, да, мы, у нас была возможность, чтобы практически все детские команды города посетили эти матчи, которые начинались в 16 часов. Да, и это уже другая, там это бесплатный билет. Бесплатный билет, но это тоже, наверное, та практика, которая очень полезна и логична. Да, конечно, да, и вот, ну, все благодарили, потому что, а где они могли бы увидеть таких мастеров, как не на чемпионате мира? Нет, конечно. Я, с вами, дополню, Альфовича, то, что действительно уникальность, как бы сказать, того проекта, который, идеологом которого было, так сказать, город и представитель города Санкт-Петербурга Федерации Хоккея России, в том, что за 16 дней нашу фан-зону посетило порядка 100 тысяч человек дополнительно, как бы сказать, зрителей, которые могли на безвозмездной основе посмотреть, там, сказать, все матчи, там, сказать, да, и поболеть, и выразить свои эмоции. Мы спорили долго, сколько могла вместить фан-зона, я так и не пришел. До 5000, это максимально, да. Это максимально. А вы считаете, этого достаточно для Санкт-Петербурга, для мирового опера? У нас был момент, да, мы ждали, действительно ждали, искренне надеялись, там, сказать, того, что наша команда попадет в финальную стадию, и были, так сказать, позитивные опасения, что фан-зон они вместе, да, и даже рассматривали в своей рабочей группе размещение дополнительного экрана в сторону Большой Конюшенной площади, Большой Конюшенной улицы. То есть, такие мысли были, потому что, действительно, если бы Россия вошла в финал, наша зона трещала, так сказать, по швам в позитивном смысле 9 мая. 9 мая, там, сказать, уже было, действительно, такое количество людей, которые, так сказать, свободно проходили и со стороны Дорсовой площади, что мы эту идею после 9 мая активно обсуждали в своей рабочей группе. Ну, давайте мы сейчас, наверное, перенесемся туда, где еще совсем недавно кипели страсти, причем очень позитивные. Я хочу сейчас попросить наших режиссеров связаться с Конюшной площадью. Там работает фан-зона, которую приняла тысяча болельщиков, и сейчас эту фан-зону разбирают, естественно. И давайте мы отправимся, там работает моя коллега Виктория Зуева. Вика, добрый день! Ну, фан-зона прощается с Санкт-Петербургом. Что вы чувствуете там после того, как чемпионат закончился? Сейчас. Да, Евгений, вот буквально две недели назад на моих глазах эта фан-зона только открывалась, а сегодня она также на моих глазах закрывается. Если тогда мне удалось все потрогать собственными руками, то сегодня меня, конечно, не допустили и близко к разбору конструкции. Ну, что я чувствую? Мне немножко грустно, потому что, как всегда, это такое немножко грустное событие, когда что-то закрывается, и к настоящему моменту уже успели кое-что убрать. Но об этом подробнее нам расскажет один из организаторов, который стоит рядом со мной. Павел, расскажите, в какой последовательности и когда все будут убирать? Ну, убирать уже начали в 9 утра, соответственно, последовательность такая. Сейчас разбираются партнеры, демонтируется брендинг сценических конструкций и шатров, соответственно, вывозится световое, звуковое и видеооборудование, ну и, соответственно, далее будет разбираться сцена и трибуны и все остальные сценические конструкции. Я знаю, что у вас сроки до 31 мая, но когда вы все-таки закончите? Планируем и хотим закончить 25-го, но финально это где-то будет с 25 по 27 мая, тут уже будет к 27-му чистая площадь без заборов и, соответственно, без брендинга, конструкций и всего остального. Ну, вот вы как организатор, какой самый-самый пик был здесь? Сколько было людей в среднем? Ну, самое большое количество посетителей было, конечно же, 9 мая, то есть это вот тот начало открытия фан-зоны и до ее завершения, вот, потому что люди пришли на праздник не только на нашу площадку, но и на Дворцовую площадь, на другие площадки, соответственно, у нас в течение дня здесь было, ну, как бы самое пиковое количество людей, вот. Вот, также в дни показа матчей сборной России, это где-то около 4 тысяч человек, и в такие дни, когда матчей вообще не было, это где-то около 2 тысяч человек. То есть в общей сложности, если посчитать заявленные городом 50 тысяч человек за все время работы фан-зона, мы превысили. Ну, а мне остается добавить, что баннер, который точно так же повесили к открытию фан-зоны, здесь останется, потому что он принадлежит городу, и уже власти будут решать, когда его убирать. Евгений? Спасибо, Виктория Зуева. Закрытие фан-зоны, демонтаж конструкции. Я всегда в этих случаях спрашиваю, наверное же многие были недовольны автомобилистам, в первую очередь, что было перекрыто движение, как-то неудобно. Слышали ли вы какие-то негативные отзывы, и как использовали это в своей работе? Ну, когда мы продумали проект, так сказать, организации фан-зоны на конечной площади, естественно, мы уже делали соответствующие запросы, как бы сказать, в близлежащие, как бы сказать, учреждения, бизнес-центры, дома. И интересовались, насколько им будет дискомфортно себя чувствовать в рамках, как бы сказать, того, что три недели этот проект практически... Но при условии, что до 23-х она закрывалась. До 23-х она, естественно, закрывалась. И ближайшие рестораны, бизнес-центры, город Санкт-Петербург высказывали свои пожелания, и мы их, естественно, учитывали, конечно, да. Как мне показалось, так сказать, да, не было вот открыто недовольных русских людей, да. И потому что сотрудникам Союза безопасности, и им, в свою очередь, хочется сказать большое спасибо, так сказать, и МЧС, и пожарным расчетам, и отряд специального назначения, и кинологи, настолько тактично себя вели, так сказать, начиная свое утро с обхода для того, чтобы жители города Санкт-Петербурга могли комфортно посетить нашу фан-зону, и безопасно, что самое главное. Это же огромная работа, представляете, каждый день надо было отслеживать. Ежедневно порядка 500 человек следили за безопасностью на нашей площадке. Это правда, еще раз хочу сказать, им большое, огромное спасибо. С точки зрения логистики, место Конюшная площадь оправдало себя для создания подобных фан-зон? Ну, город Петербург, он город классический, классической культуры, естественно, основная наша задача была показать красоту, если вы видите, как бы сказать, да, 5 минут Донецкого проспекта. Храм Спас на Крови, Большая Конюшная площадь, Канал Грибоедова, Площадь Искурс. Естественно, люди, которые приходили смотреть не только хоккей, они приходили смотреть не только развлекательную программу, не только быть в курсе хоккейных чемпионатов, но и познакомиться со странами-участницами чемпионата, окунуться в их культуру, традиции, поучаствовать в соревнованиях, послушать выступления национальных музыкальных коллективов, отведать блюда антетичных кухней всех стран. У нас практически через день проходили дни именно того самого нашего лозунга «Россия объединяет», дни стран-участниц, дни Скандинавии объединили, как бы сказать, все скандинавские страны, дни Беларуси, дни Казахстана, дни Казахстана. Это тематические дни, действительно, тематические дни. День Санкт-Петербурга открывал, как бы сказать, 6 мая, день России был, естественно, 9 мая. Ну, я смотрю, с каким энтузиазмом вы рассказываете, на самом деле, подготовились хорошо и, самое главное, вам довольны результатом того, как это прошло. Вчера мы слушали только, действительно, восхитительные возгласы со стороны, как мы скачать, и все спрашивали, когда будет продолжение. А про продолжение мы сейчас Александру Борисовичу спросим. Ну что ж, я так понимаю, экзамен сдан, сдан на хорошую оценку, и, в принципе, сейчас, ну, чего же там говорить, побаивались некоторые, да, как мы проведем, как это пройдет, пусть там и сборная России не участвовала пока в нашем городе, но тем не менее, все равно было очень много иностранных гостей. И, наверное, сейчас вы смотрите уже дальше, и о чем-то задумываетесь, наверное. Ну, для нас тоже было таким тестовым мероприятием, это фан-зона, да, переживали, как, что. Ну, вот, все было сказано о фан-зоне, да, она действительно себя оправдала. И мы сейчас смотрим уже на Кубок Конфедерации, да, который пройдет в следующем году, и понятно, наверное, что и здесь мы сможем предложить вот именно эту фан-зону, а может быть, какую-то другую. Но мы уже понимаем, как она должна существовать, мы понимаем, кто должен быть там, потому что ведь мы на фан-зоне провели целый ряд и тех мероприятий, которые всегда проводили в том же Дворце спорта юбилейный. Это мы подвели итоги чемпионата города по хоккею среди детских, юношеских команд всех возрастов. И мы там смогли наградить наших юных спортсменов, да, причем привлекли к этому мастеров, которые совсем недавно еще играли у нас в хоккей и в том числе за рубежом. Ведь не зря мы сейчас с гордостью говорим, что в бронзовой команде нашей было семь игроков СКА, представители, да, и если не считать двух финнов, которые тоже с двумя серебряными, то всего девять человек было. Это тоже, наверное, чувство гордости вызывает за Санкт-Петербург. Но самое главное, я хотел давать, что действительно мы не забывали постоянно, что мы из города Санкт-Петербурга. И 18 мая, когда был проведен на территории нашей фан-зоны День Федерации... А, кстати, в Москве же не было фан-зоны. Нет, в Москве были. Были, но непосредственно у Ледовой арены. А у Ледовой арены и в парке Горького. Небольшая фан-зона, которая смещала до 500 тысяч человек. А, 500. Всего 500 человек в парке Горького. Ну, это по сравнению с нашим в 10 раз меньше. В Петербурге дворец, да, там была тоже официальная фан-зона в городе Москва. По европейскому стандарту они также обязаны были предоставить площадь для того, чтобы комфортно считали болельщики в Москве. А в Петербурге самое главное, мы не забывали, что наградив наших юных участников чемпионата города, начиная с 99 по 2011 год, мы проводили автограф-сессии с призерами и чемпионами мира, и чемпионами Олимпийских игр. Это и Максим Сушинский провел, так сказать, в автограф-сессии. Максим Соколов, Саша Юдин. Да, Саша Юдин прекрасно. Даже Сергей Ильич Геймаев к нам приехал, так сказать, провести автограф-сессию и удивился, насколько у нас грамотно все и комфортно организовано, и поехал докладывать в Москву. Какие молодцы, Петербургцы. Давайте так, я начал с Билли Питерса, главного тренера хоккейной сборной, от Канады, о том, что он испытывал по поводу организации чемпионата. Его словами закончил, он сказал замечательную вещь, когда ехал на полуфинал с финнами, он сказал о том, что... Нет, с американцами. Мы ехали на Сапсане, это только неожиданно для нас, потому что мы привыкли на самолетах летать, но так комфортно доехали на этом поезде, совсем не устали, и победили канадцев, а потом вышли в финал, где стали чемпионатами мира. И самое главное. И это говорит о том, что... Лучшая тройка чемпионата, Питерсы, Щипачев, Панарин, Додор. Это согласен. По количеству набранных очков совершенно верно. Спасибо большое об итогах чемпионата мира по хоккею. В Санкт-Петербурге говорили мы и сегодня. Благодарю вас за ответы на вопрос.